Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макс Мннап, и это третья часть нашего с вами прохождения пейнткиллер, крещённой кровью на сложности безумия. Играем мы с вами без карт, и это третий уровень катакомбы. Я так скажу, что это, ну, такой уровень опасный, я бы тогда сказал. Из-за того, что здесь уже больше противников, и здесь есть противники, которые бегают с бочками, ну, типа самоубийцы, короче, и подрываются, да. Давайте же спустимся, разберёмся сейчас с остальными нубами, пройдём обязательно контрольную точку. Так, кстати, вот эти сейчас ящики с динамитом, ну, к ним лучше вообще не подходить. Потому что они взрываются, они взрываются от любого выстрела, даже если враг выстрелит вас, то как бы, ну, не в вас, а в бочку, а вы будете находиться рядом, то вас просто заберемит взрывом. Такая вот здесь схема работы. Кстати, я не могу понять, почему вот эти чуваки с мечами вечно подбегают к вот этим скелетам с булавами, и вечно пытаются отсечь им голову. Для того, чтобы они воскресли, что ли, чё-то такое. Вот два придурка подорвалась только что, а подорвались они потому, что вот эти вот, походу, ниндзи, или как это назвать, они, короче, кидаются этими. Как же это, трезубец, или как же он называется, это оружие. Короче, такое название у неё, не сирикена, короче, как-то, короче, трезубец, так и будет. Но я где-то читал, что у него другое название, вроде как. В общем, это суть. Здесь находится мост, и также эти придурки, если их немножко не так начать валить, то они увеличиваются в размере. И начинают кидаться у нас всяким, я не знаю, каким-то шматьём мяса, что ли. Ну, в принципе, вы сейчас сами всё увидите, если такой шанс нам попадётся. Кстати, этот мост очень, таки, неудобный, и я когда, помню, проходил ранее, я вечно падал вон туда, вниз. Но сейчас, видимо, про каналы. Кстати, эта рука, которую я только что пробежал, она может нас бить, вроде, или ударить. Но она, короче, бьёт. Вроде. Или это я уже из другой части планкилера. Ну, в общем, я проверять не буду, так как вы видите, что у нас здоровье и так колышется в районе восьми процентов, или как это сказать, ну, короче, восемь. И любой удар от этого придурка, или от какого-нибудь другого, ну, приведёт нашего героя просто к летальному исходу. Так, ну, вот они эти, вот, кстати, подвернулся случай вам показать. Вот, огромный урод, вот он кидается, какой-то, я не знаю, отрывает от себя куски мяса и кидает их в нас. Просто я, когда в эту игру играл, я больше, ну, поначалу, я больше рассматривал, что эти персонажи вообще делают. Мне было интересно, откуда они всё это достают, этот мусор какой-то, я не знаю. Также вот эти вот самоубийцы, которые бегают, их к себе лучше вообще не подпускать. Ну, как я говорил ранее, летальный исход обеспечен. Опа, опа, у меня взяли в тупик. Надо по-бырому как-нибудь от него отлезаться. Есть. Всё-таки наши дела. У нас всё так же здоровье в районе восьми. Это, конечно, надо протянуть, как бы, до первой аптечки. Ну, вернее, до первой души. А первая душа где-то здесь находится, да? Так, здесь надо быть аккуратнее, потому что нас могут завалить в любой момент. Так, так, здесь души не оказывается, к сожалению. Может, пониже чуть-чуть? Так, уничтожим это препятствие. Так, ну мы почти дошли с вами до души. Так, чувак. Ты немного тормозишь, конечно. Но, в принципе, оно и так и нужно. А то, если бы они так быстро двигались так же, как мы, от нас бы уже давно ничего не осталось. Так. Так. Вот ещё придурки бегут. Там внизу есть душа. Вон там. Но её, чтобы взять, короче, надо это, как-то прыгнуть. Я не помню, здесь, короче, выступ какой-то есть. Сейчас попытаемся с вами взять её. Я забыл, куда тут надо прыгать. Так, так. Выступ. Ах ты, ё-моё. Вот здесь. Не допрыгнул. Ладно, давайте попробуем ещё раз. Там, там, увидели выступ. Вот, короче, туда я просто разбег что-то взял. И, ну, когда уже прыгнул что-то, сачканул. И решил назад пойти от этого скопытился. Сейчас мы возьмём это здоровье. Эта душа даёт вроде 100 единиц. А с этими придурками нам также нужно разбираться. После смерти с чекпоинтов они возвращаются все на свои места. Ну, и, то есть, заново респаунятся. Так. Обязательно надо отойти. Вот этих себе вообще не подпускать. Потому что они вообще какие-то конченые. Так, 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 так. Так, вот он, этот уступ. Так, а назад мы сможем запрыгнуть? Так, надо... Да, сможем. Значит. Так. Там уступа нет. Выступа, вернее. Значит, вон сюда. Прыгнем, вот. И берём с вами здоровье. А вот назад как? Давайте попробуем прыжками выбраться. Всё, всё-таки мы выбрали прыжками. Нормально. Ух. Вот это нормальная тема. 102 наше здоровье. Составляет это из секретной области здоровья. Не, ну, в принципе, я бы мог бы и дальше с 8-ми... с 8-ми единицами продолжать двигаться. Но это было бы, наверное, вообще просто по хард-скору. То есть это было бы вообще просто жесть. Самая главная суть в этой игре, это чтобы нас просто с вами не задели. Ну, не ударили ничем. Всё. То есть если мы на этой сложности играем. А так, знаете, на бессоннице можно было, ну, вообще прям... Ну, то есть на такой более лёгкой сложности можно было вообще настолько лениво проходить, я думаю. Но, в принципе, для некоторых это сложно. Для меня, например, очень сложно было это проходить в детстве. Я помню, как часы тратил напролёт, особенно когда с главарём сражаешься. Ух, жесть! Вот это там замес был. А сейчас всё так легко стало в плане прохождения. Здесь, кстати, тоже есть главарь. Ну, мы с вами до него дойдём обязательно. Но это не главарь, а просто тупой мод. Будет. Так, для меня самым сложным было вот эта пещера, где со всех сторон пёрли противники, и я не знал, не успевал, скажем так, по скорости всех их ликвидировать. Видите, они со всех щелей бегут, как крысы с корабля. И все к нам. Так. Опля, пропустил удар. Видали? Как бывает, берут мы. Но эта броня ещё компенсирует, в принципе. Этот урон, который они по нам наносят. Если бы её, наверное, не было, у меня бы здоровье было бы вообще единиц тридцать. Кстати, эти бочки, нужно их тоже ликвидировать. Как можно быстрее. Или не тусоваться возле них, потому что взрываются они очень неприятно. Особенно, если ты оказываешься возле этих бочек. Ну вот, когда возле них оказывается противник, особенно целой толпой, вот это очень приятная ситуация. Так. Что у нас здесь? Так, не забываем собирать патрончики. Но чтобы их, конечно, собрать, надо со всеми разобраться. То, что я здесь смерти шуми, мимо ящиков с тринамита, тоже не очень хорошо. Видали? Они даже... Они, кстати, здесь, в этой части, она, видимо, ну, неисправлена. Но они даже иногда конфликтуют друг с другом. Бывает такое. То есть, они там дерутся между собой. Видите? Перестеливаются и так далее. Здесь еще, что прикольно, что практически каждый уровень новые противники. И необычная локация, какая-нибудь карта. Хоть и, конечно, она не столь этики текстурная. Ну, имеется в виду, там, с кучей предметов, там, начиная, там, чуть ли не от носков, заканчивая, там, какими-нибудь картинами Пикассо или еще чем-нибудь такими. Или архитектурными такими, как сказать, архитектурными, там, памятниками или изображениями. В принципе, для обычного Мочилова здесь довольно-таки все просто и все нормально. Ну, и, в принципе, для игры, по-моему, на 2001-го, что ли, года, тоже все довольно-таки нормально. Ну, что ж, друзья, вот и подходит к концу наша третья часть нашего прохождения пан-киллер крещённой кровью на сложности безумия. На сложности безумия без карт. С вами был Макс Нам. Так. Увидимся с вами в четвертой части. Так, сейчас он к нам подойдет. Этот урод до ужаса боится света. Так, вот его нужно туда вот как-то выманить, чтобы он на нас потер и мы его вынесли. Так. Видите, он сдох. И... Субтитры сделал DimaTorzok Всего доброго, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok